Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Без беседы святилекану за то, что называется беседа о любви В рассуждении денег мы хвалим тех, кто ничего не должен В рассуждении же любви мы воспаляем и почитаем тех, что остается всегда должником Утвердимся же в этой истине и соединимся друг с другом И если кто захочет отпасть, то сам не отпадай И не говори этих холодных слов Если любит меня, люблю его Если не любит меня, правый глаз, то вырываю его Напротив, когда он хочет любить, тогда покажи И когда он не хочет любить, тогда ты покажи еще большую любовь, чтобы привлечь его И награда тебе будет больше, когда ты привлечешь нежелающего любить Если же пир Бога повелевает звать тех, кто не может отплатить нам, чтобы увеличить воздаяние То тем более должно делать так и в рассуждении дружбы Тот, кто будучи любим тобой и любит взаимно, воздает уже тебе награду Тот же, кто будучи любим, не любит тебя, делает вместо себя твоим должником Бога И кроме того, когда он любит тебя, немного требуется старание А когда же не любит, то имеется нужда в твоей помощи Не делай же того, что должно быть причиной заботливости, причиной беспечности И не говори так, как он болен, то и я пренебрегаю им Болезнь – это охлаждение любви Согрей же охлажденное Ведь желание быть сильно любимым происходит от сильной же любви Когда мы не особенно расположены к кому-нибудь То не нуждаемся и в тесной с ним дружбе Хотя бы он был великим и знаменитым человеком Но когда мы любим кого-нибудь горячо и искренне То хотя бы любимый был и ничтожим, и маленьким человеком Мы считаем за величайшей честью любовь, которую он внушает нам Если же ты умеешь пользоваться братом То в состоянии ли будешь когда-нибудь правильно пользоваться и чужим Если ты не умеешь пользоваться братом То в состоянии ли будешь когда-нибудь правильно пользоваться и чужим И если не умеешь обращаться с собственным своим членом, то сможешь никогда не привлечь и соединить с собою внешнего. Почему ты один? Почему не приобретаешь многих друзей? Почему не являешься творцом любви? Почему не устрояешь дружбы этой величайшей похвалы для добродетели? Подобно тому, как быть в согласии со злыми особенно раздражает Бога. Так и быть в согласии с добрыми особенно радует Его. Не будь со многими в нечестии. Готовь себе друзей прежде жилище. Прежде всего прочего, если миротворец – Сын Божий, то насколько более тот, кто делает друзьями, если только примиряющий называется Сыном Божиим, то какой награды не будет достоин тот, кто делает примиренных друзьями? Дьявол побуждает нас быть всем врагами, а Бог повелевает всех считать друзьями и любить. Тот, пригвоздив нас к брению, к глине от такого богатства, не дает вздохнуть хотя бы немного даже и ночью. А этот, возбуждая нас от такой излишней и бездельной заботы, заповедует собирать сокровища на небесах не путем обид другим, а от собственной праведности. Тот, после многих трудов и огорчений, не только не может защитить нас, когда мы терпим на том свете наказание и подвергаемся страданиям за нерадение законам Божьим, но еще и увеличивает пламя, а этот, заповедов нам давать чашу холодной воды, не допускает лишиться и нам даже из-за этого воздаяния и награда, но воздает с великой щедростью. После этого, не крайне ли безумие с нашей стороны не любить столь кроткого и обилующего нами такими благами владыку, а рабствовать неблагодарному и жестокому тирану, который ни здесь, ни там не может принести никакой пользы повинующимся и преданному ему. Итак, не рабчите на мои слова. И я ведь, пролюбивший меня, сказал бы, что он не тогда, когда только хвалит меня, любит, но когда и обличает целью исправить. Тогда ты особенно и любит меня. Хвалить без добра все доброе и худое, свойство не другу, а льстецу и насмешнику. Напротив, хвалить за доброе дело и упрекать за проступки. Вот долг друга и добродетеля. Аминь.